Детская и юношеская интерплеймера Детская и юношеская интерплеймера Детская и юношеская интерплеймера Детская и юношеская интерплеймера Детская и юношеская интерплеймермер Детская и юношеская интерплеймермермер Детская и юношеская интерплеймермермер Детская и юношеская интерплеймермермермермер начала игры. Ну что, ребята, правила мы повторили. В принципе, вы готовились. Много лет в школе учились. Мне обещали, что тут не будет вопросов, которые, так сказать, в школьных учебниках не появлялись. Ну, в школьном курсе по тем или иным, так сказать, поводам. Поэтому единственное, что можно сказать. Ну, во-первых, не волнуйтесь. Во-вторых, это игра. И в-третьих, ну, постарайтесь выиграть. Вот. Может, на морально-волевых, может, как угодно, знаниями блеснуть и так далее. Я надеюсь, вы будете бороться за победу. Ну, начали. Спасибо большое, Алексей Николаевич. Итак, на этой ноте предлагаю и приступить к первому туру нашей сегодняшней игры. Итак, дорогие участники, уважаемые телезрители, мы переходим к первому туру нашей сегодняшней игры под названием «Дуэль капитанов». Начнем с капитана команда «Прикубанцы». Камила, прошу тебя пройти на сцену. Итак, Камила, правила первого тура, мне кажется, тебе уже известны, ты их помнишь, но я повторюсь. У меня есть 10 вопросов, у тебя 40 секунд. Если ты готова, то мы начинаем. Готова. Какими словами начинается стихотворение Пушкина «Зимний вечер»? Дальше. Кто украл солнце в одной из сказок Корнея Чуковского? Бармалей. Что предложил Казбичу за коня младший брат Беллы в романе «Герой нашего времени»? Женитьбу с Беллой. К какому жанру относится произведение Пушкина Евгения Негин? Роман. Кем стал князь Гведон из сказки о царе Салтане, когда в первый раз захотел повидать отца? Дальше. О путешествии какого апостола говорится в повестях временных лет? Дальше. С кем себя сравнивает автор в стихотворении Пушкина «Узник»? Дальше. Демянова уха это? Дальше. Терпи, казак, атоманом будешь. Чья фраза? Стоп. Итак, вопрос мы зачитали. Если у тебя есть ответ на последний вопрос, ты можешь ответить. Терпи, казак, атоманом будешь. Атоманом будешь. Чья фраза напоминает? Итак, в таком случае мы зачитали 9 из 10 возможных вопросов. Насколько были правильными твои ответы мы совсем скоро узнаем. Прошу тебя пройти за свой модуль. А я продолжаю этот тур уже с капитаном команды «Горячие сердца». Дамир Кан, прошу тебя пройти на сцену. Так, одну секунду. Я верну на место секунду, Дамир. Начинай. Итак, Дамир Кан, напоминаю тебе правила. У тебя есть 40 секунд. У меня 10 вопросов. Если ты готов, то я начинаю. Я готов. Какое время года Пушкин в своем стихотворении назвал «Унылой порой», а чьей очарование? Очень. Кто спас муху-цокотуху от страшного и очень опасного паука? Стрекоза. Как называется стихотворение Пушкина, которое начинается словами «Морозы, солнце, день чудесный»? Дальше. Сколько сюжетных линий в романе «Мастер и Маргарита»? Дальше. В каком историческом жанре написана повесть временных лет? Дальше. Сколько раз закидывал невод в море старик из золотой рыбки? Дальше. Кто из поэтов был сослан на Кавказ за стихотворение с призывом к восстанию? Гермонтов. Автор строк «В человеке должно быть все прекрасное и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Итак, вопрос мы зачитали. Есть ли ответ? Вопрос был задан. Нет ответа. Нет ответа. В таком случае, Адамир Канн, спасибо за твои ответы. Прошу тебя пройти за свой модуль. А я обращаюсь к нашему уважаемому жюри Алексею Николаевичу. Прошу вас поделиться своими впечатлениями по поводу игры. Ну что же, давайте начнем все-таки с Капидата команды прикубанцы. Второй ответ по Евгению Онегину я, к сожалению, принять не могу. Это действительно роман, но полный, правильный ответ. Роман в стихах. Ну, Евгений Онегин все-таки роман в стихах. Тут есть разница принципиальная. Вот. Поэтому, ну, герой нашел. Ну, украсть для него свою сестру, предложил Казбич. Ну да, женить бы на сестре. Тут, в принципе, плюс-минус ответ, безусловно, все-таки верный. И у Капитана Горящих Сердец два правильных ответа. Это Лермонтов, безусловно, и Осин. Вот. А как вам игра наших капитанов по первому? Волнуются. Ох, волнуются. Я думаю, было бы у них не 40 секунд, а хотя бы 60. Правильных ответов было бы больше. Видимо, переживают, что не успеют. Но даже, наверное, говорить об этом не стоит. Вы видите, как лояльно к вам относятся жюри. Поэтому не волнуйтесь, не переживайте. Алексей Николаевич, мне кажется, один. В конце концов, это первый конкурс капитанов, специально поставленный в такие жесткие условия, для того, чтобы вы во втором конкурсе, имея по времени, кстати, больший люфт, смогли красиво отыграться. Ну, ребят, вы отыгрываетесь, вы увеличиваете отрыв. Давайте покажем драматическую игру. Какой счет? Ну, счет получается 1 к 2. 1 к 2. 1 к 2, да. Угу. Счета команд. Они в одиночку сражались. Да. Ну, и, конечно же, давайте перейдем ко второму туру, чтобы там узнать, какая же команда все-таки более эрудированная. Итак, уважаемые участники, первый тур позади, а впереди основной тур нашей игры, второй, и правила второго тура весьма просты. У меня есть 20 вопросов, я зачитываю один из них. Кто первый нажимает на модуль, тот и получает право первого ответа. Об остальных нюансах, я думаю, вы помните по итогам первых наших встреч. Если вы готовы, то я зачитываю первый вопрос. Итак, городничий сквозняк Дмухановский является героем комедии. Какой комедии, назовите, пожалуйста. Как называется эта комедия. Итак, капитан команды прикубанцы, ваш вариант ответа? Ревизор. И это совершенно правильный ответ. Давайте проаплодируем. Итак, уважаемые участники, не унывайте, впереди еще очень много вопросов. Один из следующих. Сколько оборонительных колец имел город Берлин? Капитан команды, горящие сердца, ваш вариант ответа? Предположу, что три. И это совершенно правильный ответ. Давайте поаплодируем Адамеркану. Итак, я предлагаю перейти к следующему вопросу. Кто стал автором знаменитой Ленинградской симфонии, прозвучавшей 9 августа 42 года в блокадном Ленинграде? Итак, синий игрок команды при Кубанце, ваш вариант ответа? Шостакович. И это совершенно правильный ответ. Давайте поаплодируем. Выражение неподражательная странность употребляется Пушкиным для характеристики главного героя в каком произведении? Итак, уважаемые участники, ваше предположение капитан команды при Кубанце, ваш вариант ответа? Была первая, да. Евгения Онегин. И это совершенно правильный ответ. Вот буквально на полсекунды опередило. Над спортивной ареной капризное солнце. На полсекунды быстрее успело нажать. А я перехожу к следующему вопросу. Почему берлинская операция занесена в книгу рекордов Гиннеса? капитан команды Горящие Сердца Дамир Канн? Участвовало самое большое количество человек. Ну, в принципе, можно принять. Правильный ответ именно с этого начинается. Как самое крупное сражение в истории, в первую очередь, потому что принималось максимальное число человек 3,5 миллиона. А перечисление орудий, танков и тысяч самолетов, в принципе, это уже как приложение. В первую очередь, число участников правильный ответ. Итак, давайте поаплодируем Адемир Кану. А я перехожу к следующему вопросу. Кто является создателем Русского Национального Театра? Русский Национальный Театр. Итак, команда Горящие Сердца Прикубанцы. Зеленый игрок Команда Горящие Сердца. Ваш вариант ответа? Станиславский. Станиславский. К сожалению, это неправильный ответ. Соответственно, право ответа переходит к команде Прикубанцы. Капитан команды, ваш ответ? Островский. И это совершенно правильный ответ. Итак, а я перехожу к следующему вопросу. Сколько человек советская армия задействовала в штурме непосредственно города Берлина? И так обратите внимание о том, что речь идет о том, сколько человек было задействовано в непосредственном штурме города Берлина. Около полтора миллиона человек. Неверный ответ. Итак, к сожалению, это тоже неправильный ответ. Я приму округленное до шести знаков. Итак, капитан команды горящие сердца. Пусть будет 2 миллиона. К сожалению, это тоже неправильный ответ. Давайте попробуем все-таки еще. Конечно, нас могут обвинить, мы в цифровую угадайку сейчас скатимся, но тем не менее 2,5 миллиона участвовало в Берлинской операции, но это естественно область, пригороды, Первое кольцо, окружение с юга и запада Конев осуществлял. Сколько конкретно человек Жуков вел за второе кольцо непосредственно в город? Город это все-таки Берлин, конечно, крупный город, но полтора миллиона это, конечно, было бы сурово. Не то. Итак, уважаемые участники, давайте я все-таки в третий раз зачитаю вопрос. Перед этим хочется обратиться к вам. К вам обратите внимание на все подсказки, которые вам дал Алексей Николаевич, потому что, ну, как минимум я заметил две подсказки. Я приму округленное у меня есть точное, но прямой округленное. Итак, внимание, сколько человек советская армия задействовала в штурме непосредственно города Берлина? Итак, ну, на самом деле, пока мы зачитывали, Прикубанка уже пыталась включить, так сказать, пока шоу. Зачитывание ответа. Алексей Николаевич, все-таки у нас есть правило, если мы даем третий шанс, соответственно, шанс есть у обеих. команд, то есть я должен был зачитать, а там уже на скорость. Хорошо. В таком случае, если мы принимаем ответ Прикубанцев, мы не даем никакой реакции, правильный этот ответ или неправильный, и даем слово их оппонентам. В таком случае, если вы ответите правильно, то по одному баллу. Итак, капитан команды Прикубанцев, ваш вариант ответа? Миллион. Мы услышали ваш вариант ответа. Команда Горячие сердца, зеленый игрок, ваш вариант ответа? 500 тысяч. Итак, Алексей Николаевич. Я принимаю последний ответ. Точная цифра 464 тысячи, но, как я говорил, я приму округленный. До полумиллиона, да. Полумиллиона. Совершенно правильный ответ. Зеленый игрок команды Горячие сердца приносит им балл. Кто подписал акт о капитуляции от германской стороны? Итак, синий игрок команды Прикубанцев, ваш вариант ответа? Гейтель. Повторите. Гейтель. Я все-таки приму этот ответ. он хейтель, естественно, Кейтель в нашей транскрипции. Ну, именно его, я так полагаю, имели в виду. Ну, просто вот на слух чуть-чуть неправильно воспроизвели фамилию. Кейтель. Итак, давайте поаплодируем синему игроку, который приносит команде последний балл за этот тур. Итак, уважаемые жюри, обращаюсь к вам, просьба поделиться своими эмоциями, впечатлениями по итогу второго тура, как вам игра наших команд и, конечно же, озвучить счет. Ребят, мне понравилось, как вы играли, вы продемонстрировали и морально-волевые качества, и мысль имела место, играли хорошо и с минимальным перевесом шесть правильных ответов против пяти победила команда прикубанцев. Аплодисменты команде прикубанцы. Разрыв буквально вот в один правильный ответ. по итогу первых двух туров у нас получается счет шесть пять в пользу команды прикубанцы. В первом то туре было как раз один к двум и во втором туре, второй тур получается шесть к трем. Был перевес в один балл, во втором туре перевес в два балла, соответственно, вот они и сыграли. Шесть к пяти. Итак, впереди у нас последний завершающий тур, третий тур нашей игры. Вот она интрига, всего в один балл отрыв. Ребят, давайте. От вашего внимания, концентрации, сейчас зависит, кто из вас пройдет финал нашей игры. Итак, уважаемые участники, правила третьего тура таковы. Я зачитываю вопрос, и вам дается ровно одна минута на то, чтобы посовещаться внутри своей команды и выдвинуть одно, как кажется на ваш взгляд, один правильный ответ. Я зачитываю первый вопрос третьего тура. Какому литературному герою из романа Тургенева отцы и дети принадлежат слова? Я готов возненавидеть этого последнего мужика Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть. Ну, будет отжетие в белой избе, а из меня лопух расти будет, ну, а дальше? отжетие 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В третьем туре по правилам нашей игры предоставляется той команде, которая набрала по итогу первых двух туров наименьшее количество баллов. Таковыми является команда «Горящие сердца». Итак, право вашего. Ваш вариант ответа. — Коллеги утверждают, что это Базаров. — Ну, вы капитан, мы принимаем то, что говорите вы. Согласны ли вы со своими коллегами? — Это ваш ответ? — Да. — Это совершенно правильный ответ. — Аплодисменты, как сказал Адемир Канн коллегам. — Ну что ж, сравнялись? — Итак, у нас наступает, получается, очень интересная ситуация. — Час Ч, минута М, время В. Это очень важно. Вы сравнялись. Ребят, последний вопрос. Вы сравнялись. Я посмотрел свою бумажку. Хороший вопрос. — Итак, если вы готовы, то я зачитываю уже второй вопрос третьего тура. Напоминаю, что на второй вопрос третьего тура по правилам нашей игры право первого ответа предоставится уже вашим оппонентам команде «Прикубанцы». Итак, внимание, вопрос. Какого героя одного из своих произведений Гоголь описывает словами? Не красавец, но и не дурной наружности. Не слишком толст, не слишком тонок. Нельзя сказать, чтобы старо, однако аж и не так, чтобы слишком молод. Итак, уже им участники. Минута пошла. Минута. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Итак, уважаемые участники, просьба встать за свои стойки. Время вышло. Оправа первого ответа предоставляется капитану команды при Кубанце. Камила, ваш вариант ответа. Чичиков. Вы позавещались и решили, что это Чичиков. И это совершенно правильный ответ. Итак, уважаемые участники, это был последний вопрос заключительного тура нашей сегодняшней игры. Итак, хочу обратиться к нашему многоуважаемому жюри. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями по поводу всей сегодняшней игры. И, конечно же, мы ждем от вас итоговый счет. И было интересно. Я в какой-то момент начал думать, что мы будем сейчас делать и как будем выкручиваться, если они вот с ровным счетом подойдут к финалу. К сожалению, не получилось. Я честно признаюсь, меня устроил бы ничейный счет. Вот честно говорю, я такой как жюри. Но, на самом деле, если говорить точный счет, мы закончили второй тур 6 к 5. Третий тур мы прошли, соответственно, 1 к 1 ровно. И итоговый счет мы получаем 8 к 7. Опять же, с преимуществом в 1 балл побеждают при Кубанце. Вот буквально в 1 балл. Плотная игра. Я-то просто надеялся, будут какие-то еще дополнительные вопросы сверх того. Посидеть, еще немножко посудить. Мне понравилось. Ребята хорошо играли, было интересно. Большое спасибо, Алексей Николаевич, за то, что пришли, уделили свое время. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя игра. И, соответственно, предлагаю, давайте похлопаем друг другу. И у нас уже сложилась такая традиция. Пусть эти аплодисменты, которыми мы друг друга поздравили, будут вам поздравления, команде, которая выиграла. А вам означают большое спасибо за то, что сегодня составили достойную конкуренцию. 1 балл, по сути, это можно сказать, что ничего. Это результат чистого волнения в первом туре. Вот чисто, вот этот минимальный разрыв. Ну, тяжело входить в новую игру, понимаем. Первый тур, он всегда на нервах, да. То есть этот счет, это именно не оценка знаний, это результат волнения. Всего лишь. Это не говорит что-то вот о каком-то вот ином разрыве. В любом случае, большое вам спасибо, что сегодня показали такую достойную и интересную игру. Мне, как ведущему, было очень интересно. Порой у меня не получалось даже дочитывать вопросы, благодаря синему игроку команды Прикубанцы. Да. Мне кажется, больше меня поддерживали, чем я их команда Горящие Сердца. Каждый раз, смотря на Адамиркана, который всегда улыбается, всегда в хорошем настроении, поднимается настроение. Итак, всех поздравляю, всем желаю удачи, с вами уже встретимся в следующем туре. А вас бы я на самом деле очень хотел увидеть в новом сезоне, где вы покажете совершенно отличительные от этого сезона, очень хорошие результаты. Перестанете волноваться и победите. Да. Ждем вас в финал, если получится, следующего сезона. Ребята, хорошо играем, ребят. Итак, уважаемые телезрители, обращаюсь к вам. Сегодня вы могли наблюдать за такой интересной, насыщенной, активной игрой двух сильных, на самом деле, команд. Очень надеюсь, что вам понравилось. Предлагаю вам дальше следить за Лигой Эрудитов, болеть за командой. И мне кажется, что даже сидя по ту сторону экрана и поддерживая болея за нашей командой, вы поддерживаете вашу энергетику, положительный посыл в адрес наших ребят, может быть, поможет им пройти в следующий тур. А на этом наша сегодняшняя программа, к сожалению, заканчивается. Напоминаю, что вы смотрели Архиз 24 в эфире предфинал нового сезона детско-юношеской интеллектуально-развлекательной телевизионной игры Лигой Эрудитов. И с вами был я и его ведущий Хаджи Байрамуков. До скорых встреч. Игра была очень интересной и насыщенной. Мы получили множество эмоций. К большому счастью мы выиграли. И надеюсь, что в следующем туре мы тоже победим. Мне очень сильно понравилась сегодняшняя игра. Вопросы были довольно сложные, но при этом очень интересные. И надеюсь, что мы побываем здесь еще раз. Игра была очень увлекательной. Спасибо нашим соперникам за такую жаркую игру. Игра была очень хорошая. Мы многое узнали, получили множество положительных эмоций и хороших воспоминаний. Эмоции зашкаливают. Соперники были очень сильные. Игра была интересная, напряженная. Хочу поблагодарить организаторов этой передачи, потому что ребята после этой передачи, я думаю, будут стремиться узнать еще больше об истории своей страны и литературе. Горжусь своей командой, своими ребятами и желаю им победы в финале. А ребятам, которым сегодня не очень повезло, я желаю еще раз вытянуть счастливый билетик и попробовать себя в финале. У меня остались приятные эмоции после игры. К сожалению, я не слишком силен в таких областях, как история и литература. Думаю, это станет стимулом заниматься по этим направлениям в будущем. На самом деле были очень интересные и даже сложные вопросы. Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем показать свои знания. А команде соперников желаю удачи в финале. Сегодняшняя игра прошла честно и очень весело. Спасибо нашему жюри и нашим сегодняшним соперникам. Я бы хотела пожелать удачи в следующих турах. Игра была очень интересной и увлекательной. У нас остались только пассивные эмоции. Сегодняшняя игра была очень интересной, познавательной. Ребята взяли для себя много ценного. В дальнейшем могут заслужить им службу. Хочу поздравить победившую команду. Поздравляю вас, ребята. И хочу поздравить своих детей, которые достойно сражались. Молодцы, ребята. Вы очень достойно держались, сражались, отвечали на вопросы. Хочу всем ребятам пожелать в следующем туре, которые прошли, удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.